Здравствуйте друзья! Меня зовут Надежда Елькина и я снова приветствую вас на канале 1,2,3 клей. Сегодняшний мастер-класс завершает небольшую серию видео уроков о создании складок на полимерной глине. В предыдущих видео я показывала, как сделать крупные складки, имитирующие мятую бумагу. И необычную технику по созданию мелких складок. Сегодня я поделюсь с вами очень легким способом, с помощью которого можно сделать вот такие плавные и естественные складки среднего размера. Для изготовления браслета потребуется полимерная глина, гель, Ролик и паста-машина Лезвие Щетка с металлической щетиной или любая другая жесткая щетка Макетный нож Пара небольших магнитов Сверло по металлу под диаметр магнитов Сухая пастель черного цвета Шлифовальная бумага Кисти для лакировки и тонировки Краска или паста латунного или золотистого цвета Матовый лак Суперклей Форма для запекания браслета, которую можно сделать из фольги или подходящая по размеру и форме стеклянная банка Тальк или крахмал Текстурный лист с подходящим узором И влажные салфетки Смешиваю глину необходимых цветов для получения выбранного оттенка Размягчаю ее, добавляя гель Для создания складок потребуется очень мягкая глина Для основы браслета я выбрала более приглушенный и светлый оттенок Для внешнего слоя более яркий и насыщенный Для получения нужного оттенка глины Очень удобно пользоваться вот такой схемой таблицы смешивания цветов от FIMO Здесь наглядно показано, в каких пропорциях смешивать определенные цвета, чтобы добиться желаемого результата Более светлую глину я раскатала в пласт толщиной примерно 1 мм Накладываю шаблон и вырезаю по контуру макетным ножом Снимаю шаблон и убираю срезанную глину Жесткой щеткой набиваю текстуру Текстура на внутренней стороне избавит от продолжительной шлифовки и полировки А также добавит приятных ощущений при носке Оборачиваю вырезанную деталь вокруг формы Текстура должна остаться на внутренней стороне Плотно прижимаю глину к форме И отправляю запекаться на 15 минут при температуре 130 градусов Остывшую основу браслета разрезаю в месте стыка и снимаю с формы Вот что у меня получилось Края основы шлифую Сглаживаю острые углы и убираю неровности Основу смазываю гелем и распределяю его равномерно по всей внешности Мягкую глину для верхнего слоя я раскатала в очень тонкий пласт на пастомашине Присыпаю пласт тальком и тщательно распределяю его по всей поверхности Также припудриваю тальком и другую сторону А теперь сминаю пласт, скатываю из него шарик и сжимаю его в руках После чего аккуратно разворачиваю Вот они, складки! Очень просто! Приклеиваю пласт на подготовленную основу, стараясь не прижимать поверхность слишком сильно Чтобы не деформировать складки Излишки по краям обрываю, тем самым плотно приклеивая внешний слой к основе В нескольких местах протыкаю глину тонкой иглой, чтобы воздух, оставшийся между слоями, выходил при запекании Протыкаю глину под складками, так, чтобы отверстий не было заметно на поверхности Протираю браслет влажной салфеткой, чтобы убрать с глины тальк и отпечатки пальцев Тонирую складки черной пастелью, чтобы слегка выделить их и придать больший объем Вот такая текстура получилась И пока откладываю браслет в сторону Разминаю небольшой кусочек черной глины для застежки Скатываю его в шарик и прижимаю к рабочей поверхности Накладываю текстурный лист и перекатываю роликом Накрываю пласт небольшим кусочком пленки и вырезаю каттером кружочек Выкладываю кружок на основу для запекания браслета, чтобы придать ему ту же вогнутую форму Запекаю вместе браслет и застежку в течение 20 минут при температуре в 130 градусов Просверливаю небольшое углубление под магнит с обратной стороны застежки Также делаю углубление и в браслете Наношу каплю суперклея и вклеиваю магнит в углубление Второй магнит вклеиваю в застежку Магнитная застежка прекрасно соединяет и удерживает части браслета Смазываю застежку клеем и приклеиваю этой частью к браслету Следя за тем, чтобы магниты при этом соединились Внешнюю сторону браслета покрываю тонким слоем матового лака И даю ему подсохнуть в течение получаса Центральный элемент застежку тонирую пастой металлик латунного цвета Также можно использовать для тонировки акриловую краску Браслет получился очень удобным и легким Он хорошо лежит на запястье и отлично смотрится даже на тонкой руке Мне очень понравилась застежка Она прекрасно удерживает части браслета, несмотря на небольшой размер магнитов Складки здесь напоминают мне сжатую кожу Средние по величине, они выглядят очень естественно И каждый раз при использовании этой техники Получается уникальный и неповторимый рисунок Задавайте вопросы в комментариях Подписывайтесь на канал А я, как всегда, желаю вам творческих успехов До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok